Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Исповедник веры Христовой, епископ Ковровский Афанасий Сахаров, 30 с лишним лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. Несмотря на все испытания, святитель говорил, «Поток милостей Божьих безгранично велик. Господь изливает их на нас, можно сказать, на каждом шагу, и в великом, и еще чаще в малом, повседневном, что мы недооцениваем, а иногда и вовсе не замечаем. Если мы людям и за малую услугу всякий раз говорим спасибо, то тем более подобает приносить благодарение за бесчисленные милости Божии подателю их, в особенности подводя итог всему прожитому в течение дня. Ни при каких обстоятельствах святитель не терял веры и чувства великой благодарности к Богу. Даже возвращаясь в камеру, еле живым после допросов и пыток, он говорил, «Давайте помолимся, похвалим Бога», и начинал петь «Хвалите имя Господне». О жизни и исповедническом подвиге святого архипастыря рассказывает книга Ольги Рожневой, вышедшая в свет в издательстве Сретенского монастыря в серии «На страже веры». Она называется «Священный исповедник Афанасий Сахаров». Эта книга содержит краткое описание жизненного пути, подвигов и трудов священноисповедника Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, а также фрагменты его писем и наставления. Святой Афанасий наиболее известен широкому кругу православных людей как составитель службы всем святым в земле российской просиявшим. И это не случайно, ведь на протяжении многих лет, большей частью в заключении, епископ Афанасий работал над усовершенствованием этой службы, которую составил совместно с академиком Борисом Александровичем Тураевым в дни работы Поместного собора Русской Церкви 1917-18 годов. Эта служба явилась основным гимнографическим памятником любви Владыки к Святой Руси, а также архипастерским призывом к такой любви и молитве. И не случайно полюбились православному русскому народу духоносные слова из этой службы, запечатленные исповедническим подвигом епископа Афанасия. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Как повествует автор, будущий святитель и исповедник епископ Афанасий в миру Сергей Григорьевич Сахаров родился 2 июля 1887 года в праздник положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в селе Царевка Тамбовской губернии. Отец его Григорий, уроженец Суздаля, был надворным советником, делопроизводителем гимназии. Мать благочестивая, совсем еще молодая, почти неграмотная женщина по имени Матрона происходила из крестьян. Когда родители выбирали имя сыну, отец написал на бумажках имена наиболее чтимых угодников Божьих и подал младенцу. Новорожденный схватился ручкой за жребий с именем преподобного Сергия Радонежского и был назван Сергием. Отец умер, когда Сергею было всего два года, и детство мальчика прошло с матерью. «Если для меня мама была все, то ведь и для мамы я был все», писал святитель позднее. Матрона Андреевна всегда мечтала, чтобы ее сын подвязался в монашеском чине, и за это он был признателен ей всю жизнь. Детство и юность мальчика прошли в одном из самых древних и красивых городов русской земли – Владимире, знаменитом своими монастырями и храмами. В девятилетнем возрасте Сергей поступил учиться в Шуйское духовное училище, и поначалу, как когда-то самому преподобному Сергию Радонежскому в отрочестве, учеба давалась мальчику с большим трудом. Во втором классе ему пришлось из-за отставания проходить переэкзаменовку. В третьем классе его вообще оставили на второй год, и это очень тяготило чуткого и ответственного ребенка. Насколько тяжело давалось мальчику обычной учебы, настолько легко ему было выстаивать продолжительные службы в приходском храме. Огромное впечатление на него производила литургия. Дома Сергей служил, надевал мамины платки, как облачение, кадил, благословлял, повторял запомнившиеся возгласы и молитвы. На вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал без заминки, епископом, архиереем. С 12 лет мальчик начал прислуживать в алтаре. Сергей легко выучился рукоделью, мог шить и вышивать даже церковные облачения. Это очень пригодилось ему во время ссылок и лагерей, когда он шил облачения и ризы для икон. Однажды владыка изготовил даже специальный походный антиминц, на котором служил литургию для заключенных. Сохранилась вышитая им плащаница Спасителя. Другим влечением Сергея были стихи, которые он и сам пытался писать. Еще в духовном училище он написал свой первый литургический гимн «Тропарь чтимой Шуйско-Смоленской иконе Божьей Матери». Его академическое сочинение «Настроение верующей души по триоде постной» свидетельствовало о большой осведомленности юноши в вопросах церковной гимнографии, которая стала для него одним из главных увлечений на всю жизнь. Кроме того, юноша очень внимательно относился к тексту богослужебных книг. На полях его личных богослужебных изданий можно найти множество примечаний, уточнений, разъяснений, особо трудных слов. С такой ревностью и любовью он изучал все, что связано с богослужением. А литургика и гомилетика во время его учебы в Московской Духовной Академии были любимыми предметами будущего святителя. В 1912 году Сергей окончил Академию кандидатом в богословие и 12 октября был пострижен в монахе с именем Афанасий в честь святого Афанасия, патриарха цареградского Лубинского чудотворца. К монашеству, будучи святителем, относился с особым благоговением и трепетом. Своим близким он говорил, «Если бы нужно было иметь в церкви не семь, но восемь таинств, то я хотел бы, чтобы этим восьмым таинством было монашество». Через два дня отец Афанасий был рукоположен в Иерозьякона, а еще через три, 17 октября, в Иеромонаха. С течением времени Господь возводил своего избранника на новые ступени церковно-общественного служения. В 1917 году на епархиальном съезде Иеромонах Афанасий был избран членом Временного епархиального исполнительного комитета. В том же году он участвовал в работе Всероссийского съезда ученого монашества, а на Втором Всероссийском съезде представителей от монастырей был избран для участия в Священном соборе православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Вскоре ревностного подвижника и уже стяжавшего духовные рассуждения пастыря возводят в сан Архимандрита и назначают наместником двух древних монастырей епархии Боголюбского и Владимирского Рождества Пресвятой Богородицы. Летом 1921 года состоялась хиротония Архимандрита Афанасия во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Произошло это в Нижнем Новгороде в День памяти преподобного Самсона Странноприимца. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский Сергий Строгородский, будущий патриарх московский и всея Руси. Святитель Афанасий рассказывал духовной дочери, что перед архиерейской хиротонией его вызвали в ГПУ, размещавшееся в монастыре, в котором он служил, и предупредили. «Пока вы архимандрит, вы будете сосланы в пределах Владимирской области, а когда будете епископ, вы будете репрессированы в пределах СССР». Духовная дочь спросила, ну и что же? И он спокойно ответил, на другой день состоялась моя епископская хиротония. С 1922 года в течение почти 30 лет жизнь епископа Афанасия проходила в заключении, ссылках и горьких работах в лагерях. Но никто и никогда не слышал от него ни одной жалобы. Напротив, он всегда благодарил Бога за возможность, как он сам говорил, немного пострадать за Христа. Когда было особенно тяжело, владыка повторял шутливые слова оптинского старца Амвросии. «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, так потерплю же и я». И часто вспоминал святителя Иоанна Златоуста, закончившего свои дни в тяжких узах и неустанно повторявшего «Слава Богу за все». Годы, проведенные исповедником веры Христовой в лагерях и тюрьмах, стали тем испытанием, которым Господь укрепил его дух, сообщил его смиренной душе благодатную мудрость и сугубую силу его искренней молитве, исполненной любовью к Отечеству и людям. О чем свидетельствуют письма святителя, фрагменты которых представлены на страницах этой книги. Однажды у святителя Афанасия Сахарова спросили, как спастись? Владыка ответил, самое главное – это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера – фундамент всего. А второе – это покаяние, третье – молитва, четвертое – добрые дела. Владыка отошел ко Господу 28 октября 1962 года, и последними его словами были «Молитва вас всех спасет». Известный старец Одесского монастыря Схиегумен Кукша, ныне прославленный в Лике преподобных, сказал своим духовным чадом о святителе Афанасии, придет время, когда Владыка будет прославлен в Лике святых. Что и произошло в 2000 году, когда Владыка Афанасий Сахаров был прославлен Русской Православной Церковью в Лике Священной Исповедника. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. И как всегда, в завершении программы напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами и желаю приятного и душеполезного чтения.